Дорогие друзья, в этом видео я хотел бы обратиться больше к тем людям, к русскоговорящим людям, которые находятся на территории Чикаго, которые живут в Чикаго. Это видео даже более обращение больше даже к украинцам, которые проживают в этом городе, в Чикаго. И я хотел бы вот рассказать такую ситуацию, которая на самом деле не очень такая приятная. И вот она меня задела настолько, что я хотел ее поднять в социальных сетях. Я знаю, что у меня есть определенный доступ, много людей смотрят за тем, чем я занимаюсь. И много людей со стран СНГ могут прислушаться к тому, о чем я хотел бы сейчас обратить свое внимание. Значит, буквально вот пару дней назад я увидел одного такого человека, который очень сильно привлек мое внимание. Знаете, вот идешь ты по улице и очень часто ты смотришь на людей, там разных обездомных. И типа иногда ты как бы понимаешь, что тебе хотелось бы помочь, но как-то вот что-то типа вот все равно, ну как-то вот ты проходишь или проезжаешь. Но в этой ситуации вот меня настолько это все задело, что я просто не могу просто об этом забыть. И вот let it go, как говорят американцы. Поэтому история заключается в том, что недалеко от района Ukrainian Village, это место, где живут много украинцев, на улице я увидел одного мужика, который постоянно сидит на стуле возле розетки и просто смотрит фильм. То есть каждый раз, когда я прохожу на районе, я живу недалеко, этот человек, он просто сидит в телефоне, просто смотрит фильм. Ну получается как бездомный, потому что он живет на улице, он сидит на улице и просто смотрит фильм. И каждый раз, когда я проходил, я видел его, я не понимал, в чем прикол, я не знал, ну что вообще это значит. Как бы человек просто сидит смотрит фильм, он не попрошайничает, он не просит ни денег, он не бухает. У него маленькая такая секция, недалеко от библиотеки, паблик, library, паблик библиотеки, небольшой такой, ну просто зазор получается в стене, где есть розетка. И он там сидит на металлическом стуле, все его вещи под этим стульчиком, и он сидит и смотрит кино на своем телефоне, который подключен к розетке. Спустя пару дней на Рождество я видел этого человека, опять там сидел, и вот вчера я, и вот, что самый главный факт, я видел этого человека, постоянно там, постоянно он был сам, но иногда были там разные люди вокруг него. И я что-то думал, там сразу судил, и сразу думал, что ну наверное там, не знаю, какие-то алкаши собираются, там бухают себе. И потом со временем, вот вчера, я вижу его и еще одного человека, мексиканца, и я прохожу мимо них, и я слышу, что человек, мексиканец говорит ему по-английски, а вот этот мужчина, о котором я сейчас говорю, он отвечает ему по-русски. И получается разговор начался о том, что как бы типа ну украинец ему старается объяснить, что чувак, я не понимаю, он говорит ему по-украински, а мексиканец ему что-то там по-английски старается доказать. И я прохожу мимо них, и так останавливаюсь, и думаю, а ну-ка, подожди, что-то здесь не то. Подхожу к ним вдвоем, и начинаю общаться с ним. И вот это видео, которое вы посмотрите дальше, потому что это просто предрассказ ситуации, которая сложилась, я хотел бы, чтобы вы посмотрели это видео дальше, вы поймете, в чем история этого мужчины. Он был в моем другом времени. В реальности, я знаю. Да, Майкл. Давай, давай. Как его звать? Михаил. Михаил. А что вы? Майкл. Ну, Майкл, я понял, а что так случилось? Что вы тут сидите самим? Я живу в Смит-парке на лавочке уже четвертый год. А что, а что стало? Ну, так вышло, так вышло. Нема работы? Нема здоровья. Ну, вы захворели, что что? Да, проблемы у меня. Ну, а что, а нема у вас ни рост, ни рост? Я хочу пить. И что, я вижу, вы постоянно тут сидите? Так, я днем туда, на ночь еду, в Смит-парк на лавочку. А, ну, там холодно сейчас, не? Ну, холодно, ничего. Ну, четвертый год я не жил. А, это, а когда вы приехали сюда? Ну, в пятом году, на початку пятого. В 2005 году? Да. Ну, и, а это, ну, и нема родичей в Украине тоже ни каких? Ну, в Украине, ну, так я уже тоже. Чи вы там уже не спілкуетесь таки с вами? Мои родичі померли. Женка вышла замуж в Израиле, живет дочки. Ну, я понял, я понял. А что, дочки не знают, что у вас не мают ждать, что? Я думаю, что знают. Чи вы не спілкуетесь там сегодня? Я думаю, я спілкуетесь, так вышел. Ну, и до меня причемился, и... Ну, я понял, но... Тянет меня до себя, до дома, понимаешь? Вже тут же не пешком, то піврока уже. Ну, так а вы что, не хотите до него? Я не понимаю, что он конкретно хочет, понимаете? Ну, вы английский не понимаете, нет? Ну, вот это... Ну, так а что? Ну, так надо учить тогда, вот он нас научит теперь. Зато будете жить. Ну, какая-то такая хрень получается. Я не знаю, что он убит, что он говорит, что семья есть, понимаешь? Не, ну, может, он хочет просто помогать, ну, по-доброму. Возле его, он плачет, а то, как я не хочу, и плачет. А он плачет? Да. Сентиментальный такой... Не, ну, понятно, но вы тут сидите, я тут, я живу тут... И он каждый день, каждый день приносит пиво, горючок, виски яких, каждый день приносит себя на меня. Ну, а можно вас еще запитать, а вы хотите так дальше, Сич, вы хотите что-то, ну, измените? Я не хочу нисти кому-то мешать. Не, ну, я понимаю, что я не хочу кому-то мешать, но, как ни, как... Ну, нисти в чужую семью, я не могу говорить с днем, ну, как я могу лежать у него в хате? Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Я сидел в парку на лавице, пришел, поспал, рано встал, як встал, так встал, вот, и пришел, приехал сюда. А где везете, есть у вас ежа? Ну, я понимаю, я понимаю, ну, а скажите мне, скажите мне такую штуку, ну, а где вы плануете ночевать зимой, если, типа, ну, вот сейчас будет холодно. Я понимаю, я уже... Вы, вы тут сидите постоянно, целыми днями? Да, потому что тут Wi-Fi бесплатный. Wi-Fi бесплатный, и они не выгоняют, правильно? Да, естественно, не выгоняют. Да, да. Я, ну, и когда работаю, идем в середину. Ну, ясно, ясно. А зараз поеду в сміт-парк, там у меня спальний мешок, гірнолаванцы. А у вас, ну, никто не чипает на улицу? Чипают, чипают, але там же, как говорят, общество по-носински, общественность за меня заступается. Вот те, что гуляют в парку, там сусиди уже, ну, как-то, ну, несколько разов выкидали мою смотку, то я опять собирался на то же самое место, и так буквально месяц назад. Ну, а вы нормально, если вам допомогти вы приймете, все окей, если вам принести какую-то ежу, там, что-то? То мне завтра тут не приносит. Какую-то одежду вам нужно, нет? Да, чтобы мне приносили туда же, а сквозь я ее могу? Я працюмати не могу, я знаю, так, то потом, у меня только диабет, за дешком. Ну, я бачу, я бачу, я бачу. А с кимом роком? 61. 61, ну. Чернобыль пришел. А вы из какого места сами? Я из Ивано-Франктийска. Из Ивано-Франктийска, окей. Вас звать як Миша? Михайлович. Миша, приятно, Максим. Давайте, я зараз маю вам одно место заскочить, я вернусь до вас через годинку десь, окей? Доброе утро. Все, тогда. Are you good? You okay? Good, great. You have a nice tour, man, you know. Thank you. I saw your hats, I want to have the same as you. Oh, thank you. Yeah. Come in. What's your name? Conrad. Conrad? Yeah. I'm Maxim. Nice to meet you, man. Nice to meet you. All right, guys, I'll come back. Okay, be good. Я не знаю. 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 на 100%. Я только пообщался с ним. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я просто прощу это. Я не знаю. Как ты что И понимаете, я считаю, что мы должны как-то вот быть более такими чувствительными. Особенно во время такое, как сейчас. Мне кажется, многие люди не показывают действительно, что у них там творится на душе. Какие у них там, через какие переживания они проходят, через какие ситуации. И я считаю, нужно быть более kind к тем, которые, ко всем людям, неважно. Поэтому я это видео запущу тоже на русскоговорящих разных группах. На все свои тоже закину. И я создал такой донейшн, получается, на GoFundMe. И каждый человек, который хочет помочь этому Мише, может сделать там, не знаю, скинуть какие-то деньги. Задача вот этой компании GoFundMe, я просто хочу собрать определенную какую-то сумму. Найти человека, который смог бы помочь Мише с жильем, дать ему вот эту сумму, которую мы соберем для того, чтобы он имел какие-то там, вот основные, деньги на основные какие-то расходы. У человека проблемы со здоровьем, он не может работать физически. Поэтому я думаю, вот эту сумму, которую мы соберем, она может ему значительно помочь. И я, знаете, я думаю, что в такое время, как вот Рождество, как Новый год, знаете, я думаю, чудо для таких людей, которые действительно в этом нуждаются, оно максимально, максимально не то, что будет приятно, это просто человеку может поменять жизнь в лучшую сторону. И, знаете, давайте лучше будем делать какие-то вот такие хорошие дела, вместо того, чтобы фоткаться возле елоки, устраивать вот эти показушные состязания, у кого лучшая пижама или там, у кого лучшая фотография получилась с подарками и так дальше. Спасибо всем, если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне лично, я отвечу на любые ваши вопросы. Peace. Короче, вот так вот выглядит этот парк, где живет этот мужик Миша, зовут этот парк, Smith Park. Вот это мне кажется, если я не ошибаюсь, вот это вот, наверное, он не спит, вот вот этой вот такой накидки, типа. И ветер сейчас, ну, максимально, фу, максимально холодный. Миша! 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 Может, он еще где-то там едет, короче. Ну, в общем, вот так вот, короче, он живет. И вот это вот его место. Я, наверное, оставлю ему еду здесь, он, короче, уже там все разберется, так надо его засунуть, чтобы он нашел себя. Короче, короче, пока я ехал, я увидел, вот Миша сидит возле магазина. А ну-ка, давайте сейчас спросим, что он здесь сделает. Миша! А что вы тут работаете? Что вы тут работаете? Там зарядки нема? Да. Не работает эта розетка? Там их нема, они совсем не будут. А, я понял. А тут я, по-другому. Миша, а я пришел, хотел вам ести, я купил вам ежу, принес, а вас не было. И я, и я поехал в Смиспарк. И в Смиспарк нашел вашу лавочку. И я туда положил еду. Добрый, дякую. То пройдете по-другому. Вчера четыре, я поеду в этот парк. Велик есть? Не вкрали? Да нет. Стоит? Ну все. Хорошо. И теперь вы обязаны идти до него. Окей. Добрый, Миша, я вас, я с вами еще побачусь скоро, окей? Добрый, дякую. Хорошо, не забудьте. Давайте, аккуратно, окей?